Потому что Путин смеется над этим человеком, требует миллиарды долларов, наверное, за этого репортера. Я бы его освобожу. Освобожу его очень быстро, как только я вступлю в должность, даже до этого. И я сказал, буквально, как только я выиграю выборы, я добьюсь освобождения этого репортера. Это должно было произойти уже давно, но Путин, наверное, хочет миллиарды долларов, потому что он ему платит каждый раз эти миллиарды долларов. 6 миллиардов долларов за 5 человек, да? А я освободил 58 человек и ничего не заплатил. Спасибо, президент Трамп. Давайте вернуть обеспокоенность избирателей. Президент Байден, вам будет 86 лет в конце вашего следующего срока. Что бы вы сказали насчет вашей способности выполнять эту труднейшую работу в мире? Во-первых, в течение своей карьеры, меня всегда коллектовали за то, что я самый молодой политик в той или иной группе. Я тогда был выбран в Сенат. Дело не в этом. Надо смотреть на послужной список. Смотрите, чего я добился. Посмотрите, в какой ситуации он передал мне страну. Миллионы рабочих мест, инвестиции в американскую экономику, миллиарды долларов, частных инвестиций, все это то, чего мы добились. Мы растем. Мы изобрели эти чипсы, а потом потеряли возможность их производства. Дали возможность за границей производить. Это важное компьютерное оборудование. Я убедил Самсунг вкладывать деньги в Соединенные Штаты, в соответствующее строительство. И что же произошло? Рабочие места были созданы, производство работает. И нет необходимости учиться в университете, чтобы занять эти рабочие места. Президент Байден, у вас 40 секунд. Вы что, хотите добавить? Да, давайте я добавлю, когда он утверждает, что наша страна терпит неудачу. Ни один президент не использует такие слова. Несмотря на то, что у нас есть проблемы, но у нас есть и возможности. Любой бы хотел оказаться на нашем месте. Мы держим свое слово, все нам доверяют, все наши союзники доверяют нам. А он посылает письма Путину и руководителю Северной Кореи с обещаниями дружбы. Вам будет 82 года в конце вашего второго срока. Что бы вы сказали избирателям, которые обеспокоены вашей способностью? У меня было пара тестов, недавно прошел, и прошел успех. А он не опубликовал, я бы хотел увидеть. Первые пять вопросов он на них бы не ответил. Я осмотр моего здоровья, физический осмотр каждый год. У меня здоровье очень хорошее. Я только что выиграл чемпионаты, два чемпионата в этом виде спорта. Тут, конечно, нужно иметь определенные способности. А он не может мячик бросить на 50 метров. Я думаю, я в хорошей форме, чем я был 20-25 лет назад. Может быть, конечно, похудел немного, но в очень хорошей форме, в такой же, как и был много лет назад. Я точно так же сочувствую, но я кардиологический тест прошел, и я прошел его успешно. Доктор Ронни Джаксон, замечательный человек, он в Белом доме. Такой же тест я прошел еще один. И один сказал, что я никогда не видел форме человека. Вы видите, он огромного роста, а сколько он весит? Вы сказали, больше, около двух метров, это не важно. Давайте посмотрим по сути. Я готов вступить в любое состязание. Кстати, я говорил, я могу сыграть с вами в гольф. А вы свою сумку для клюшек сможете носить за собой? Это самая большая его ложь. Папа, что он говорит про гольф сейчас? Да видел я, как ты играешь в гольф. Президент Трамп, давайте не будем как дети тут себя вести. Конкретно. Что беспокоит? Если бы эти юридические средства были бы исчерпаны, приняли бы результаты этих выборов, независимо от того, кто победит. И вы сказали, можете сказать сейчас, что политическое насилие в любой форме неприемлемо. Нет необходимости даже говорить, конечно, я верю в это. Это совершенно недопустимо. Если вы видите мои заявления, которые в Твиттере и так далее, и также мои заявления к отц. Убедительное и довольное заявление в дополнение к ябричам, которые я произнес. Кроме того, я считаю... Субтитры создавал DimaTorzok